Всем привет! Меня зовут Андрей Семенов, и сегодня я бы хотел рассказать про одну из моделей для SQL Recommendation . Данная статья и модели были опубликованы в 2019 году. Первая версия, если я не ошибаюсь, была опубликована весной, спустя примерно полгода, как вышла оригинальная статья для BERT, первая версия данной статьи. Вторая версия была опубликована чуть позже, где-то в августе 2019 года. И на самом деле это первая архитектура для SQL Recommendation, где применялось bidirectional model, то есть BERT. Вообще, почему авторы решили заняться изучением данной модели и получением для нее исследования данной модели и применением ее для SQL Recommendation. Они предполагали, что те модели, которые до этого были, в частности это SASREC и модели основные на рекуррентных нейронных сетях, они обучаются и предсказывают, идя по последовательности слева направо. И, соответственно, часть информации из скрытого представления поведения пользователей теряется. К тому же данная модель требует четкого порядка interaction of users и что не совсем применимо в практике, не совсем это является так в реальной жизни. То есть, к примеру, авторы приводят достаточно, на мой взгляд, хороший пример, кто-то покупает Nintendo Switch и, соответственно, ему нужны дальнейшие какие-то аксессуары. Директор придет ко мне и скажет по отчету. И авторы решили исследовать дирекшенную архитектуру, такую как BERT, потому что мы сможем в данной архитектуре посмотреть на контекст не только слева направо, а посмотреть из любой позиции нашей последовательности как в левую сторону, так и в правую сторону. Почему авторы выбрали BERT? Потому что BERT фактически это и делает. И к тому же BERT, небольшой спойлер для дальнейшего доклада, что BERT может решать задачу Moscow Language Modeling. И она, в принципе, кажется, хорошо переносится на sequential recommendation. Но тут возникает небольшая проблема. Потому что до этого последовательные рекомендации обучались и предсказывали элемент на будущее. То есть мы смотрели только в наше прошлое и шли слева направо и предсказывали элемент на будущее. Но кажется, что если мы будем так обучать и так применять архитектуру BERT, то у нас будут происходить даталики. Потому что мы будем смотреть как и в будущее, так и в прошлое. Соответственно, нужно как-то трансформировать обучение с этой архитектурой. Потому что модель, в принципе, никакой пози не принесет и будет достаточно тривиальной. И авторы применяют подход, трансформируют обучение данной модели на задачу Close Task. Она известная более как Moscow Language Module из NLP. То есть мы, например, я привел пример, что у нас есть относительно NLP. У нас есть какой-то текст, и мы, зная информацию об языке какую-то общую, стараемся в эти пропуски вставить нужный нам токен или слово. Вот. Это один из таких главных пойнтов. И раньше такие были модели для последовательных рекомендаций. До этого подходы основные на марковских цепях, подходы связанные с рекуррентными нейронными сетями. Такая модель, как Pazer, она несет в себе... Она работает на сверточных сетях. И также есть подходы, связанные с attention-механизмом. Это можно сюда отнести рекуррентные нейронные сети с этим механизмом. Но тут стоит понимать, что вообще рекуррентные нейронные сети создавали без него. И это является такой настройкой сверх модификации данной модели. И модель, которая первая, в принципе, была основана на трансформерах. Если брать оригинальную часть трансформера, это декодер блок, это sas-react. Опять же, я говорю, что у них дирекшен новый моделл. И вообще нужно поставить задачу, я думаю, прежде чем рассматривать, что у нас есть какое-то множество стандартных, какое-то множество юзеров, какое-то множество айтемов. Для каждого юзера у нас есть последовательность его интеракции, сортированная в хронологическом порядке. И мы хотим моделировать распределение вероятности для тех элементов, которые мы знаем, для юзера на будущее. То есть на n плюс первый шаг. И прежде чем перейти к деталям обучения и деталям валидации и экспериментов, стоит рассмотреть более детальную саму архитектуру BERT4REG. Она состоит из настеканных трансформер-лейеров. Сначала у нас идет какая-то выходная последовательность, пусть это будет какой-то MVIN, неизвестно, как полученный. Он подается на вход multi-head self-attention блоку. У нас там есть какое-то количество голов. Мы, каждый из голов, принимаем механизм attention. Чтобы применить механизм attention, у нас есть обучаемые наши параметры queryK и value. Мы применяем механизм attention для каждой головы, их стекаем между собой и применяем также перемножение на еще одни обучаемые параметры. И в конце на выходе мы тут получаем какое-то хитвен представление из multi-head attention. Важно тут учить, что это все линейные операции. После этого у нас есть skip connection и выходы из multi-head attention, которые проходят через dropout. И мы хотим принести какую-то нелинейность в данную архитектуру. И поэтому применяется positional wise fit forward слой, где у нас происходит... где у нас выходы прогоняются через full connected layer, который оборачивается в функцию активации GU и также линейно перемножается на еще одни параметры. И эта операция идет для выхода каждой головы. Не для выхода каждой головы, а для каждого элемента входной последовательности, потому что их тут такое же количество будет как тут. Вот. И архитектура данной модели DIR4REC в ближайшем образом. У нас есть какой-то embedding layer, который состоит из embedding items, которые просуммированы с позиционными embedding. И дальше у нас какое-то количество настеканных трансформер-лейеров. Как они работают? Они принимают на ход выходы предыдущего трансформер-лейера. Первый трансформер-лейер принимает на ход embedding layer. На выходе у нас для элемента, где была маска во входной последовательности, мы применяем линейные слои обернутые функции активации GU. И важный момент, мы это перемножаем на матрицу embedding items. Вот тут вот. Зачем авторы это делают? Они тем самым избегают Aurofit модели, а также снижают ее размер. И после чего мы получаем какое-то вероятностное распределение, из которого мы можем предсказать, какой элемент будет стоять в той позиции, где у нас была маска. И тут стоит сразу… И вот мы подходим к одной из, на мой взгляд, самых интересных проблем, которую решили авторы в ходе данного исследования. Они… 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 Они совместили… Как сказать… Они… Они… Клоуз-таск… Клоуз-таск совместили трейн и тест так, чтобы модель действительно обучалась. Потому что до этого, если мы будем просто маскировать в трейне и в тесте последовательность действий юзера, то мы фактически отрываемся от задачи sequential recommendation, потому что мы хотим предсказывать наперед. Вот. И авторы обходят данную проблему следующим образом. Они добавляют в конец… В последние элементы… В трейне и в тесте… Токен-маску, с помощью… Ну, которую мы будем и предсказывать. И… И так мы можем совместить и трейн с валидацией. Вот. И это все дело обучается с помощью negative likelihood loss только на тех… На тех токенах, где у нас была маска. Вот. Можно я тут, наверное, чуть-чуть поправлю на этом сайте? То есть, тут важно отметить, что они вот эту маску добавляют, как бы то, что ты говоришь, в конец для тренировки не для всех последовательностей. Они там, ну, что это, типа, 10% примеров из трейна выбирают случайным образом и конструируют их таким образом, что только последний элемент замаскирован. А, соответственно, в тесте они просто как бы всем элементам добавляют в конец маску и размаскируют. Да, это достаточно важное уточнение. Это я, к сожалению, не заметил. Вот. И самое время перейти к экспериментам, что в итоге добились авторы. Эксперименты проводились на четырех датасетах. Это Beauty, Steam и MovieLens в двух его модификациях. Можно сказать, что первые два достаточно сильно является разряженным. И, например, Beauty, он имеет достаточно короткую историю по пользователям. Это важные выводы. В дальнейшем будут сделаны из этого. И авторы показывают, что с помощью модели Bird for Rep она показывает достаточно большой перформанс на всех датасетах. Можно также отметить, что до Bird for Rep лучшие результаты на всех датасетах были у модели SAS Rec, тоже основанной на трансформерах. Забыл сказать, что авторы используют такие метрики, как HeatRate, NDCG и MRR. HeatRate, так как мы один элемент на тесте предсказываем, он эквивалентен Rec, а MinReceptRocalRank он эквивалентен метрике MAP. В общем, модели показывают достаточно хорошую перформанс по сравнению с прошлыми рекомендациями. Они сравнивали это с моделью популярной, где просто выбрались популярные из этих датасетов в PPR, Matrix Factorization модели, нейроколлаборативный фильтринг, и грувы рек, и различные модификации грувы рек, улучшенные фейзеры и SAS Rec. Дальше авторы задаются вопросом, а вообще, насколько bidirectional self-potential model дает бусты, если мы будем маскировать в один входной айтем? И насколько будет улучшение, если мы не один будем маскировать? Этот тест проводился на размерности 256, вот, и можно заметить, что в Gears Factorio, даже когда мы маскируем один токен, показывает намного лучше результаты, как на датасете разреженном Beauty по всем метрикам, так и на датасете Mobilance. И если мы будем маскировать не только один токен, а больше, мы будем также улучшать наши результаты. Следующим вопросом авторы задались, о чем же все-таки так хороша двунаправленная модель, нежели чем однонаправленная. И они отрисовали тепловые карты, визуализировали последних десяти айтемов последовательности во время теста на датасете Beauty. И они утверждают, что если в лейре 1, в первой голове, мы будем чаще смотреть на элементы слева. То есть на историю пользователя в голове 2, мы будем уже обращать внимание на элементы, которые у нас шли справа. И также они утверждают, что в лейре 2 мы уже смотрим на более свежую историю пользователя. То есть обращаем, грубо говоря, не на всю, то есть не идем ближе к началу, а смотрим на более свежую. Например, на этом проекте видно, что обращаем сильное внимание примерно на последние семь айтемов. Тут важное уточнение, что авторы тестировали и зафиксировали данную модель в следующей архитектуре, что всего было два трансформера лейера, две головы в Multi-Head Self-Attention блоке, скрытая размерность для неразряженных данных, неразряженных датасетов была примерно 200. Например, это MovieLens, и там история более длинная, и поэтому зафиксировали одну последовательность, которая идет на ход в данной архитектуре, на 200 айтемов. А датасеты, например, Beauty и Steam, которые имеют меньшую размер, которые более разряженные и имеют более короткие пользовательские, пользовательскую историю, они зафиксировали как на 50. И дальше авторы показывают импакт вообще от скрытого представления в Multi-Head Self-Attention для наших эмбеннингов. И тут можно отметить, что практически на всех датасетах модель BERT4REP показывает уже при размере скрытого представления айтемов, при размере скрытого представления равном 64, она превосходит все прошлые подходы. Практически на всех датасетах. Следующим важным поинтом авторы показали, в какой пропорции стоит накладывать маску в зависимости от датасета. И на датасетах, которые имеют маленькую пользовательскую историю, историю по пользователю. Этот процент маскированных айтемов, он будет на датасете Steam где-то 0.4, а на датасете Beauty 0.6. На датасетах MovieLens он будет в районе 0.2. Это достаточно, это логичный вывод, потому что если у нас имеется, например, как в D7Lens достаточно длинная пользовательская история, то и если мы будем использовать этот коэффициент, процент маскирования токенов больше, то у нас и будет больше примеров в обучении. И, соответственно, модель, это для модели будет достаточно сложным. Следующим, что авторы также исследовали, исследовали, это ту длину входной последовательности, которая подается в модель, и, как я говорил уже до этого, на датасетах с малой историей пользователя. У нас лучшие метрики достигаются при длине входной последовательности размер 20. Это, например, на D7 Beauty. А если у нас длинная пользовательская история, то мы можем уже расширить размер входной последовательности, которую мы подаем в данную модель, до 200, потому что именно при таком показателе у нас достигается лучших метрик данной модели. И в дальнейшем авторы показали, что будет, если мы какие-то из частей, как-то модифицируем мы ту архитектуру, которую они закрепили для тестирования с другими архитектурами. То есть это два трансформеры лейера, две головы в multi-head self-attention блоке. Что будет, если мы... Они удалят позиционал-экодер лейер. И тут заметно, что на датасетах, где у нас длинная пользовательская история, у нас достаточно сильно проседают метрики при удалении в embedding лейере позиционал-экодер лейер. Потому что история у нас становится больше. Мы должны понимать... Мы должны больше связывать начало и конец. Должны понимать, где у нас стоит тот или иной айтем. И, соответственно, тут, скорее всего, из-за этого, как говорят авторы, у нас метрики просаживаются. Если удалить PointWise FitForward Network, то у нас метрики, в принципе, не так сильно присягнут. На самом деле, это достаточно... Также на датасете MovieLens, где у нас лейная пользовательская история, они просаживаются намного больше, чем на более разряженных, из-за более короткой пользовательской истории датасетах. Также, если удалить слой LayerNorm, у нас и SkipConnection, у нас достаточно сильно просядут метрики на датасете Beauty, то есть разряженными с короткой пользовательской историей. По-другим датасетам они также становятся меньше. Дальше авторы думают, а если использовать не две, настекать не два трансформера лейера, а использовать один, три, четыре. И можно заметить, что при увеличении трансформера лейеров у нас будет расти качество. Но на датасете Beauty авторы говорят, что у нас модель просто агрофитнулась. То есть я так понял, что на разряженном датасете, и датасет, который имеет короткую пользовательскую историю, лучше так не делать. И также авторы тестируют гипотезу, что у нас будет одна голова мутихайдсов в теншин-блоке, четыре головы и восемь голов. И тут тоже достаточно логичный вывод, который следует вообще из самой архитектуры Берты в ММП, что у нас при росте количества, когда мы увеличиваем количество голов, значит, мы хотим связать ее более, более связать токены, находящиеся дальше друг от друга. И как раз на датасетах MovieLens у нас идут достаточно значимые увеличения по сравнению с тем, что у нас идет перформанс метод по сравнению с тем, что стандартная архитектура Берты в ММП, потому что этот датасет, опять же, с длинной пользовательской истории. В дальнейшем авторы говорят, что они хотят исследовать встраивание в дальнейших работах, встраивание пользовательских фичей, различия пользовательских фичей, и также учитывать сессионные действия пользователей по сессиям. Я привел ссылки на оригинальную статью, статью, которая про SASREC, потому что она тоже дала... Она первая из моделей, где применился вообще трансформер для задач и рекомендаций, про оригинальный БЕРТ, для ММП иллюстрации на БЕРТ, и различные имплементации от авторов, и имплементацию как раз от Саши Петрова, где он рассматривает различные подходы обучения БЕРТ в ФОЛЕК. У меня все. Наверное, отвечу на ваши вопросы. Михаил хотел вопрос задать. Михаил? Да, пардон. У меня вопрос довольно простой, как это человек, который не то чтобы сильно хорошо знает специфику БЕРТов и современных sequential моделей. Я так и не понял. В самом начале обсуждался вопрос ликов в обучающей выборке. Еще раз... Обсуждался вопрос... А, вопрос. Как решается проблема ликов из будущего при обучении? При желании не зависит от строгой последовательности событий слева направо. Подход из НЛП, при котором модель учится закрывать пропуски в тексте по окну вокруг пропуска, разве проблему ликов решает или речь шла о чем-то другом в контексте пропусков? Речь, в принципе, шла об этом, потому что до этого модели для секундшинного рекомендейшн обучались и я слева направо, то есть, например, для альтема на позиции 0 мы хотим предсказать альтем на позиции 1, а для альтема на позиции 1 мы хотим предсказать альтем на позиции 2. и все было хорошо, но когда мы будем применять B-direction модул, такой как BERT, мы уже будем смотреть не только на левый контекст нашей входной последовательности, но будем смотреть еще и в правую сторону, то есть мы будем смотреть вообще на все альтемы нашей входной последовательности и тем самым применяя предыдущие подходы для обучения секундшинного рекомендейшн у нас тут бы происходили лики, то есть мы бы смотрели уже на таргет. Вот. И как раз, чтобы решить эту проблему, то есть, чтобы мы, грубо говоря, не смотрели в будущее, как сказать, в будущее на тот элемент, который мы хотим предсказать, мы его просто маскируем. Вот. Понятно объясняем? В целом, да, но, насколько понял, маскируем пример, который хотим предсказать, но предсказываем в том числе по событиям, которые происходят после замаскированного события единиц. В обучении, в обучении, да. При обучении мы также смотрим еще на правый контекст. Когда, например, происходит в тесте, мы смотрим, маскируем последний токен. Понял, спасибо. То есть, грубо говоря, в обучении что-то вроде ликов допускается, но тест-сети все равно результаты получаются лучше. Я бы не сказал, что это лик, потому что авторы отошли от этого. Дело в том, что по сути мы здесь таким образом увеличиваем количество тренировочных примеров, которые мы можем сгенерировать из одной тренировочной последовательности. В данной ситуации, когда мы начинаем маскировать айтемы, мы из одного тренировочного примера, из одной тренировочной последовательности в теории можем нагенерить до 2 в степени разных тренировочных примеров. Потому что мы как бы и в этом смысле вот этот маскировочный аппроч, подход, он как бы работает как некий такой дата-аугментация, потому что у нас из одного и того же примера получается много-много разных. А дальше в том числе из этого примера у нас иногда получаются такие примеры, когда закрыт только последний. Соответственно, модель учится предсказывать последний элемент как под задачу более сложной задачи. Когда мы маскируем случайные элементы, мы можем иногда закрывать последний, иногда закрывать первый, но в том числе иногда мы закрываем последний. Соответственно, модель учится совершать более простую задачу, как предсказание следующего элемента, как под задачу более сложной задачи, предсказать рандомный, закрытый. Да, я не сделал важного уточнения, что у нас в предыдущих подходах, когда мы для execution recommendation обучали, у нас всего N примеров на каждую последовательность. Когда мы применяем такой подход с closed task, у нас этих примеров становится гораздо больше, вот что сейчас Арши и в принципе сказал. Спасибо, с аугментациями красивая объяснена. Можно здесь же похожий вопрос? Я немного не поняла, там есть доля исследовательств, где запоминанскирован именно последний айтем, да? Там было какое-то небольшое рассуждение, насколько я поняла, почему в некоторых случаях нужно варьировать эту долю больше или меньше. Было такое? А, я понял. Да? Я просто, может, не очень хорошо объяснила, потому что Симон не очень поняла, что это. Это, по всей видимости, этот слайд, где мы пытаемся, где авторы думают в зависимости от датасета. То есть у нас есть датасеты с достаточно короткой пользовательской историей, такие как Beauty, Steam и более длинные, как MovieLens. И в зависимости от этого, мы, отталкиваясь от этого, мы должны замаскировать какой-то процент нашей входной последовательности. Соответственно, для более коротких, для более коротких, оптимальным количеством, для датасетов, где более короткая пользовательская история, оптимальным процент маскирования, доля маскирования, она больше, чем у датасетов, которые длинная пользовательская история. Почему? Тут достаточно простые математические утверждения, потому что, например, у нас просто для дата-светок, где у нас длинная пользовательская история, если, например, она состоит из 100, мы умножаем это на 0,6. Сколько будет? Понятно, что если там всего, не знаю, 10 айтемов последовательности, то замаскировав один, уже получается 0,1. То есть там получается, эта доля, маскирование одинаковая во всех последовательностях? Понятно. Я просто не очень поняла, как производится маскирование для обучения. Я сейчас поняла. А, у нас рандомно ставятся маски в нашу последовательность. То есть в каждой последовательности эта доля может быть разная, да? Нет, у тебя доля одинаковая всегда, ты просто берешь всю последовательность и таким образом маскируешь в ней N. Все, понял. То есть во всех последовательностях она одинаковая? Доля, у него не количество. Да, да, я поняла. И рандомно распределяется в последовательности. Да. Все, понял, спасибо. Давайте, может быть, я еще, поскольку я с этими моделями работал довольно много и плотно, у меня, наверное, здесь есть парочка комментариев, чтобы добавить. Во-первых, в этой статье авторы используют так называемые popularity-based metrics. И они, например, довольно сильно отличаются от того, что мы в прошлый раз обсуждали, какие метрики люди используются с реки. То есть здесь люди, когда они меряют NDCG, например, они берут и у нас есть один настоящий пример, положительный, и нам надо какое-то количество негативных примеров, чтобы посмотреть, на какой позиции относительно этих негативных окажется наш позитивный пример. Вот. Сосребет берет случайные, то есть рандомно, униформно сэмплирует. Бертфорек вот в этой статье сэмплирует не случайно, а на основе популярности. Ну, то есть вероятность того, что айтем попадет в негативные примеры пропорционально тому, насколько часто этот айтем есть в негативных, в принципе, как бы в позитивных примерах интервенция. С одной стороны, это может быть как бы объяснимо и более разумно, стратегия, чем делать случайные сэмплирования. С другой стороны, как бы просто здесь некий такой observation, что если делать сэмплирование так же, как это делают авторы оригинального SOSREC, то вот этот большой improvement исчезает. И на самом деле, если делать по тому сэмплированию, которое делает SOSREC, естественно, мерить метрики таким же образом, как они делают в статье SOSREC, то метрики получаются примерно одинаковые. Иногда даже у SOSREC чуть больше. Это observation номер один. Хотя, с другой стороны, если наоборот делать полные метрики всегда, то есть не отменить вот это сэмплирование, которое делают авторы, то наоборот, BERT-FORREC начинает еще лучше работать по сравнению с тем, как работает SOSREC. Второе, наверное, важное замечание, которое у меня есть по поводу BERT-FORREC, это то, что в интернете есть очень много разных имплементаций, и большинство из них работает не очень хорошо. И поэтому, когда вы соберетесь использовать BERT-FORREC, это надо делать очень аккуратно. В частности, хотя бы убедиться, если вы там соберетесь это как-то использовать в качестве бейслайна, то убедиться, что вы можете воспроизвести похожие метрики, как опубликованы в этой статье. Если у вас, соответственно, эти метрики не получаются, скорее всего, вы используете либо какую-то неправильную версию BERT-FORREC, либо вы его не дотренировали. Хорошо. Наверное, в этом у меня есть следующее замечание, что автор не делает никакого объяснения того, сколько надо тренировать. И поэтому многие там статьи, которые есть в интернете, пишут, окей, мы там тренируем BERT-FORREC 50 эпох. Но, в общем, в большинстве случаев это просто недостаточно. И еще самое обидное, что авторы BERT-FORREC, когда они опубликовали свой код, в том коде, который они опубликовали, то количество тренировки, которое они там указывают, оно недостаточно, чтобы получить вот эти цифры. И чтобы получить вот эти цифры, надо тренировать там, ну, условно говоря, там, например, для Мульвиленс 1 миллион, у них оказано, что надо тренировать, по-моему, 400 тысяч шагов тренировочных. А на самом деле, чтобы получить вот эти цифры, которые они здесь публикуют, надо его тренировать там 4 миллиона. То есть в 10 раз больше, и это может занять довольно существенное время. Вот, наверное, такие у меня есть комментарии по поводу BERT-FORREC. То есть вкратце, BERT-FORREC работает хорошо, и он, в принципе, при помощи него можно достичь. Соты до сих пор, несмотря на то, что есть более свежие модели, которые говорят, что мы работаем лучше, но до сих пор можно получить очень хороший результат. Но, как бы, как я сказал, что здесь есть такой, это пинч оф солд, что его в каком-то смысле трудно готовить, и его надо уметь готовить, чтобы получить результаты хорошие. Я еще бы хотел дополнить, раз авторы это вдохновились подходами из НЛП, чем же все-таки BERT-FORREC отличается от того BERT-FORREC? Они приводят два поинта, что BERT, который для задач НЛП, он сначала предобучается на каком-то корпусе достаточно большом данных, а потом уже проецируется, фонтюнится на других схожих корпусах, либо задачах, вот, но для задач рекомендаций мы должны обучать, именно обучить BERT от начала и до конца, вот, что уже достаточно, что уже, в принципе, сложнее, вот, и следующий поинт, что мы из оригинального BERT уделяем next sentence prediction loss, вот. Используем loss, по сути, только для маски. Кстати, это говорят уже из моих экспериментов, вот эта вот добавка, которую они делают в виде, типа, 10% айтемов, которых замаскирован только последний элемент, она по факту не нужна, то есть она, ну, таких вот цифр, которые они здесь приводят, можно достичь и без этой добавки. Возможно, ну, как бы просто надо хорошо его потренировать. Я правильно понимаю, что это связано с тем, что при случайной генерации, случайном маскировании мы так или иначе получаем какую-то часть примеров, у которого только последний пример, он замаскирован. Ну, типа того, да. Там зависит от того, как... То есть я, насколько помню, обычно там все-таки выбирается конкретное количество K, которые они маскируют, и уже как бы, то есть это K для каждой последовательности будет фиксировано. Но все равно она как бы просто за счет того, что она видела много-много разных последовательностей, как-то вот умудряется выучить то, чтобы просто рекомендовать даже без вот этой. Просто учиться смотреть только на не замаскированные и как-то по ним усреднять. Но это похоже на дропауты. В каком-то смысле мы, когда делаем дропауты, мы тоже там закрываем часть просто нейронов, выключаем, модель учится как-то обходиться без них. А можно еще спросить по поводу предсказаний? Вот мы маскируем последний элемент. А если вот нам нужно получить метрику, ну, тоже, допустим, NDCG, ETHN, мы маскируем последний элемент и потом подаем эту же последовательность с уже предсказанным элементом, ну, и так в цикле 10 раз, чтобы получить 10 предсказаний. Или мы просто случайно, ну, 10 раз подаем одну и ту же последовательность, чтобы получить эти 10 предсказаний последний? Как мы генерируем? Вот нужно, допустим, 10 предсказаний, а не один. Если я не ошибаюсь, именно сам этот процесс авторы не приводили, но, как я предполагаю, мы на тесте маскируем последний. То есть у нас есть какие-то 10 последний, кто знает, поправьте, если это не так. У нас есть на тесте какие-то 10 последних интеракшенов пользователя. Мы, начиная с минус 10 предсказан для него, потом мы для следующего и так далее. Я все-таки, наверное, поправлю, потому что смотрите, как они делают. Обычно вот такие модели, они эволюируются по такой штуке, как leave one out. То есть что это значит? Мы берем, отрезаем последний элемент из последовательной использования, один последний элемент, и кладем его в тест-сценах. У нас есть один элемент, который мы хотим восстановить. И чтобы его восстановить, смотрите, что делает модель. Она берет вот эту последовательность с отрезанным элементом. И задача Берта в этом случае по этой последовательности с отрезанным элементом предсказать вот этот плод, который мы в тест-сет положили. А как делают авторы? Они, соответственно, берут, добавляют к этой последовательности обрезанный конец, один элемент, одну маску. То есть в итоге у нас получается последовательность с одним замаскированным элементом. Соответственно, Берта это пытается размаскировать. У него на выходе мы смотрим только на, соответственно, на вот этот вот замаскированный айтем. И по этому замаскированному айтему мы получаем распределение вероятности по всему нашему каталогу. И, соответственно, вот это распределение вероятностей мы используем в качестве скора. То есть у нас получается, что на выходе из Берта у каждого айтема есть скор, посчитанный вот таким образом. И, соответственно, этот скор, мы берем, соответственно, 10 элементов с самым большим скором. И это и есть наша рекомендация. И, соответственно, именно таким образом мы всякие 10G, 10M начинаем считать. А можно тут вопрос? А как это работает, если у нас, допустим, мы хотим для тысячи пользователей предсказать рекомендации, при этом у нас 10 шестой основных элементов, мы же уже перевалимся за синтетику. Ну, за адекватное время ожидания. Да. Именно поэтому, если ты посмотришь на эти датасеты, они все очень маленькие. Я не знаю, есть у Андрея датасетов, вы видите, какие они все маленькие. То есть у нас, на самом деле, проблема, ну, как бы проблемы с юзерами нет. Юзеров мы можем по батчам предсказывать, мы можем делать маленькие-маленькие батчи. А вот количество айтемов мы не можем. И поэтому, смотрите, видите, они все в количестве айтемов у них маленькое, там несколько десятков тысяч. И это сравнимо с тем количеством айтемов, ну, там, тем количеством токенов, которые есть в оригинальном Берке. И если ты попытаешься это сделать, там, ну, скажем, на миллионе, то все срывается. А что в таком случае делать? Ну, какую-то другую модель использовать. Понял. Можно, пожалуйста, еще раз примерный какой-то эстимейт количества айтемов, до которого, ну, вообще разумно использовать Берке? Ну, на моей практике, там, 200, вот, в Steam 2, там, типа 250 тысяч работает. Миллион уже плохо работает. А есть инсайты по минимальной длине последовательности, которые хорошо работают? Можно привести примеры? А были, да, такие исследовательности? Да. Ну, входные имена последовательности. Ну, да, да. Вот, например, да, вот, например, бьюти. У нас длина, лучшие метрики на длине входной последовательности размер 20. Это максимальная длина. А есть еще минимальная? Например, у людей там 3 айтема последовательности, а максимально 2 айтема. А, и таких рассуждений авторы не бывают. Может, Саша что-то знает по этому поводу? Нет, я не знаю, но как бы по факту оно... Ну, то есть, смотри, даже если у тебя длина последовательности просто 1, да, вот там, в среднем, то это все свалится к условно просто по духовному айтем-айтем рекомендациям. Соответственно, оно, в принципе, будет работать даже со всеми маленькими последовательностями. Другой вопрос, что в этом случае она там, скорее всего, не будет сильно лучше, чем какой-нибудь просто какой-нибудь матрик факторизейшн. То есть, оно будет работать всегда, когда это осмысленно, почти всегда. Я скорее имела в виду, вот, да, есть, типа, продовые данные, где последовательности не отрезаны и реально много пользователей там, с длиной 1 или там, я отрезаю, ну, грубо говоря, могу отрезать там последовательности менее 5 элементов, могу отрезать менее 10, но теряю большое количество данных. Вот вопрос, скорее, вот этого оптима стоит ли, помешает ли как-то обучению, если я оставлю маленькие последовательности там, меньше 5? Ну, скорее, вроде как не должно. Скорее нет и скорее наоборот лучше их оставить, потому что надо моделей знать настоящее распределение данных, а если мы начнем всякое такое делать, то, ну, как бы, начнем ограничивать, то, ну, модель немножко оверфитится на вот то распределение данных, которое мы ему подсунули, вместо того, которое у нас есть настоящее. Спасибо. А еще хотела спросить, извините, последний вопрос. Я просто недавно с ним сталкивалась, с братом пыталась что-то обучить, и у меня возник вопрос, нет ли имплементации, куда можно передать какие-то имбеддинги товаров или пользователей, например, ну, там, какие-то полученные из текстов описаний, неважно из чего из категории, какой-то берд, который принимает сайт информацию. Есть Transformers for Rec от NVIDIA, у них там, по сути, как раз очень большая обертка, которая занимается именно сайт-фичами. Хорошо, спасибо, я гляну. Еще вопрос есть про позиционные имбеддинги, как они формируются, что это? Это просто порядковый номер в последовательности как-то преобразуется или что-то более интеллектуальное, и в этом учитывается время между взаимодействиями? Это что-то более интеллектуальное, получаемое из синусальных преобразований. Но они над чем выполняются? Над номерами айтемов в последовательности? да. Все-таки тоже здесь поправлю, они здесь в бирте обучаемые в отличие от оригинального трансформера. В бирте у нас номер позиции и для каждого номера позиций есть обучаемый позиционный имбеддинг. Понятно, спасибо. Есть модели, которые бы учитывали промежуток временной между взаимодействиями? взаимодействиями. И ну в чат. Спасибо. А чтобы все сразу имбеддинги и экзогенные переменные и время между этим... Лично мне неизвестно, но можно, я думаю, что можно все-таки тоже еще раз посмотреть на трансформер 4.req, а они там много чего-то накрутили вокруг моделей. Я могу ошибаться, но вроде как тут архитектура это все поддерживает из коробки. Ну и собственно от NVIDIA и TensorFlow они как раз реализуют эти архитектуры. Есть возможность названия в чат написать? Видимо нет. Я напишу, напишу. У нас я думаю, что время закончилось. Вот. Спасибо большое. Андрею. Было очень здорово. Вот. И если что, я думаю, что можно в чатике задавать вопросы, которые остались у людей. Вот. Всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо, кто пришел. Всем хорошего вечера. Пока. субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.